В Большом зале Брестского театра кукол «Особое оживление». Сюда для участия в эксперименте прибыли молодые режиссеры. Им предстоит выбрать для работы группу актеров, с которой за четыре дня подготовить небольшой этюд. Если же он будет высоко оценен руководством лаборатории, театральная зарисовка получит право быть поставленной на сцене Брестского театра кукол. Такой эксперимент – первая инициатива в рамках нового проекта – творческой лаборатории. В Беларуси это пока единственная в своем формате мастерская, поэтому ее открытие – событие, важное для культурной жизни всей страны. Эта лаборатория носит международный характер, это важно, потому что к нам приехали молодые режиссеры из разных стран, условно говоря. И эта лаборатория цена тем, что все люди, практикующие здесь, каждый привозит свой какой-то бэкграунд, все приезжают со своим стилем, со своим художественным языком, со своими мировоззрениями, со своими воззрениями на театр кукол. И это как бы такой творческий котел, где мы все обмениваемся опытом. Задание получено, творческие группы распределены за работу. Обсуждение в группах закипело, времени не так много, а хочется, чтобы именно представленный новый спектакль пошел в репертуар театра. Где-то понимание проходит дольше, где-то с полуслова, главное, чтобы был результат. Мы вас развернем, анфас, высветим, вот, это, видимо, Рома, две перчатки еще, на оборотах вот этих вот голов, там как раз-таки планы застройки. Превалирующее большинство молодых режиссеров приехало в Брест из России. Потенциальные постановки совершенно разного формата. Владимиру Тивосяну, например, была предложена роль в моноспектакле. Для артиста с огромным творческим опытом это дебют в таком жанре. Я считаю, что это здорово, когда лаборатории проводятся, вот они чему-то научаются, и молодежь, во-первых, и интересно послушать молодых режиссеров, вот, как они это видят, как они ставят, ну, что-то, чему-то научиться. Спектакль должен сложиться. Здесь и сцена, и даже глубина сцены, это для меня принципиально важно. Поэтому я надеюсь, что все сложится. По крайней мере, пока что нюансов нет, и все идет благополучно. Но это только самое начало, поэтому посмотрим. Параллельно с деятельностью для актеров, в рамках работы лаборатории пройдут различные мастер-классы. В частности, по хореографии. Логичный вопрос, зачем это театру кукол, имеет достаточно простой ответ. Сегодня актер и кукла – это цельный образ. И чем органичнее он будет представлен, тем лучше и понятнее будет персонаж и его амплуа. Хореография занимает уверенное место в этих спектаклях. Не столько хореография, как сам танец, а сама пластика, пластика движения, трансформация человеческого тела, работа с пространством, с плоскостью. Старт работе творческой лаборатории дан. Уже 17 октября на сцене Брестского театра кукол в жюри будут представлены готовые этюды с подобранными декорациями, светом и музыкой. Именно тогда и станет известно, какой новый творческий спектакль будет поставлен на Брестской сцене.